Здравствуйте! В студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В столице республики прошла оперативно-профилактическая операция «Красные фонари». Вчера были установлены и задержаны три девушки, оказывающие интимные услуги на территории Якутска, а также уроженец Узбекистана, осуществлявший развоз девушек до мест проведения досуга. Жрицами любви оказались 22-летняя уроженка Верхневилюйского района, а также две жрицы из Ленинградской области 29 и 38 лет. Как оказалось, эти же девушки попадали в поле зрения якутских стражей порядка в прошлом месяце, где на них также был составлен протокол об административном правонарушении. С 7 по 12 марта на территории города Якутска прошла оперативно-профилактическая операция «Красные фонари» с целью выявления лиц, предоставляющих интимные услуги. В ходе операции сотрудниками полиции было выявлено 13 женщин, занимавшихся проституцией. Обширная география и происхождение жриц любви включила в себя не только регионы России, но и ближние зарубежья – Алтайский, Краснодарский край, Новосибирская, Иркутская, Амурская и Ленинградской области, Республики Беларусь и Узбекистан. Пожар унес жизнь в Усть-Майском районе. Установлено, что двухэтажный дом был обесточен. Жители использовали свечи, а также пользовались портативными газовыми плитами. Возгорание произошло на улице Куйбишева, села Эльдикан. К моменту прибытия подразделения через две минуты горели две квартиры. Самостоятельно покинули дом 29 человек. Двое пострадали, погибла женщина. Дом поврежден по всей площади. В Якутске разбился молодой мужчина. Труп 21-летнего молодого человека обнаружили на улице Короленко. По предводительным данным, он упал с 13-го этажа собственного дома, оставив после себя предсмертную записку. Вместо происшествия выезжали сотрудники следственной оперативной группы, которыми установлено, что старение произошло с балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже дома. При осмотре следователем обнаружена предсмертная записка. Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний молодой человек. В настоящее время в рамках процессуальной проверки проводятся первоначальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. В Якутске на улице Семена Данилова сотрудниками ГИБДД для проверки была остановлена автомашина Toyota Alleyone под управлением 37-летнего гражданина. В салоне и в багажнике иномарки было обнаружено более 70 бутылок алкогольной продукции. При разбирательстве мужчина не смог предъявить никаких документов и пояснить, где приобрел алкоголь. Водитель тоже не смог. Гражданин был доставлен по подозрению в нелегальной продаже алкогольной продукции. Напомним, что перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством с физическими лицами в объеме более 10 литров на одного человека, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфеткацией продукции. Пилите шура, пилите слиток в виде хоккейной шайбы и россыпь желтого вещества общим весом свыше 1,5 кг оказались золотом не ниже 800-й пробы стоимостью около 3 миллионов рублей. Жители Красноярского края незаконно вывезли драгоценный металл природного золота с участка артели старателей, расположенного в Аймайконском районе республики. Цель – сбыт в Красноярском крае. Злоумышленники были остановлены на федеральной автодороге Лена. Возбуждено уголовное дело. В Нерингре оштрафовали недобросовестного застройщика. Участвовавшая в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья фирма «Дальстрой» так и не выполнила обязательств. Теперь за ней следит прокуратура. Административный штраф составил 300 тысяч рублей. Прокуратура города Нерингре и республики Сахая-Якутия провела проверку соблюдения жилищных прав граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда. Строительство объекта общества в установленном сроке не завершено. Жилые помещения гражданам не предоставлены. Постановление прокурора, юридическое лицо ООД «Дальстрой» и его руководители признаны виновными в совершении административного правонарушения по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением административных штрафов в размере 300 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. В Якутске просили с генеральным директором холдинга «Сахамедия» Кириллом Алексеевым. Близкие друзья, коллеги вспоминают о нем как о настоящем профессионале, человеке, который болел за независимые источники информации. Он добился того, чтобы читатели в районах получали государственную корреспонденцию бесплатно. Совокупный тираж газет «Сахасиря» и «Якутия» достиг 110 тысяч. Он был идейным вдохновителем модернизации республиканского пресс-центра в современный оборудованный медиа-центр. Его жизнь оборвалась 8 марта. Он был в командировке в Москве. В июне ему бы исполнилось 49 лет. На дорогах страны может появиться новый дорожный знак, который запрещает движение автобусов. С таким предложением выступил Минтранс России. Новый знак по задумке ведомства поможет усилить меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Ведомство предлагает запустить его с 1 июня. Знак представляет собой круг в формате и размерах дорожного знака движения грузовых автомобилей запрещено, но с изображением автобуса внутри. Он запретит движение автобусов, кроме регулярных перевозок пассажиров транспортных средств, передающих информацию в транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу. На этом у меня все. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин